18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». По эфире новости Анапа. Регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Администрация дала исковое заявление об отмене, о пересмотре решения 2016 года. Строительство с грубейшими нарушениями. У получившей широкий общественный резонанс истории застройка территории рядом с остановкой около центрального рынка есть продолжение. Подготовились, потренировались, выступили, показали результаты. Готов к труду и обороне. Награждение победителей по итогам осеннего фестиваля ГТО прошло в администрации города. Не надо никуда ему выходить за рамки нашего учреждения. Проходит медосмотр. Медосмотр без очереди. Городская поликлиника расширяет перечень услуг. Глава НАПы в ходе планерного освещения потребовал от подчиненных конкретных предложений по борьбе с несанкционированной торговлей провести ревизию всех остановочных комплексов и по максимуму использовать все финансовые возможности. Проверить все автобусные остановки без исключения. Такое поручение дал глава города-курорта. Он напомнил, что существуют нормативы. Остановочный комплекс должен оставаться таковым, а не превращаться в магазин или кафе. В то время как пассажиры ожидают транспорт едва ли не на проезжей части. Кроме того, Юрий Поляков ждет от подчиненных, прежде всего от отраслевиков и муниципального контроля, конкретных предложений по борьбе с несанкционированной торговлей. Я хочу, чтобы на следующей планерке вы доложили, какие меры будут вами приняты совместно с полицией, с муниципальным контролем, я не знаю, как вы будете, чтобы несанкционированная торговля в городе просто отсутствовала. Ее просто не должно быть. Также необходимо, чтобы иногородние предприниматели, которые работают в Анапе постоянно или переезжают на сезон, платили налоги в местный бюджет. Время за учет могут становиться как угодно, но чтобы налоги они платили здесь, в муниципальном образовании. Юрий Поляков потребовал от подчиненных вовремя подавать заявки на участие в государственных программах, привлекая средства на условиях софинансирования, работать с депутатами, которые представляют Анапа в законодательном собрании края, Ириной Конограевой и Юлией Пархоменко. В распоряжении каждого из них есть по 2 миллиона рублей, которые они могут потратить на нужды территории. Помимо этого, такую же сумму готов вложить в формирование городской среды спикер Краевого парламента Юрий Бурлачко. Мы должны правильно использовать эти деньги так, чтобы это не было размазано. Понимаете, вот размазано и ничего не видно. Можно сделать там 2 метра асфальта, пол тротуара, 2 столба поставить, и этого никто ничего не увидит. Если это, допустим, ну грубо говоря, освещение, ну давайте сделаем там квартал, там 2, 3, 5, за эти деньги можно, наверное, сделать много там, или улицу, чтобы было видно сказать, депутат такой-то сделал там это. Этой весной один из застройщиков сдаст детский сад. Для того, чтобы его оснастить мебелью, потребуется 18 миллионов рублей. Юрий Поляков поручил изыскать необходимую сумму. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Также Юрий Поляков обратился к территориальному общественному самоуправлению, чтобы проекты по благоустройству, а также другие заявки были адресными. Заходим в отбор, там стоит детская площадка. Я говорю, послушайте, так у вас стоит детская площадка. Так, Юрий Алексеевич, она уже старая, ее надо заменить. А нет, послушайте, в ЖКХ проще взять кисточку красную, краску и зеленую, желтую, просто покрасьте, она такая же и будет, эта горка. Она не поломана, там горки или площадка. Давайте поставим там, где нету, там, где это необходимо надо ставить, в первую очередь. До выборов президента Российской Федерации осталось чуть более месяца. Голосование пройдет 18 марта. Принять участие просто необходимо, считают анапчане. Почему в нашем соцопросе? Потому что нужно выразить свое желание выбрать хорошего президента. Грамотного, умного, который будет нами руководить, вести нашу страну достойно. Потому что привык ходить. А мама ходила? Мне кажется, надо. Ну, чтобы выбрать достойную нас власть. Это наша жизнь, и мы должны за нее голосовать, конечно. Мы же будем жить. Поэтому мы должны сами выбирать себе президента. Нам нужно защитить детей наших и внуков, чтобы им было жить хорошо. История застройка территории около остановки на пересечении улиц Крымская и Красноармейская получила продолжение. Напомним, что общественники обратились к главе Анапы на прошлой неделе во время прямой телефонной линии с просьбой разобраться в ситуации. Земля в самом центре города была огорожена забором, за которым начала работать тяжелая техника. Одна из самых оживленных остановок оказалась фактически блокирована ограждением. Жители забили тревогу. Юрий Поляков дал поручение посмотреть законность действий. По мнению главы города, здесь, в центре Анапы, должна быть зеленая зона с лавочками и фонтаном, а не кафе быстрого питания или торговые павильоны. И вот сегодня нам стало известно, что разрешение, которое было выдано в 2016 году, содержало грубейшие ошибки. Решением суда в 2016 году администрацию города Анапы обязали выдать разрешение на реконструкцию объектов. Однако была допущена техническая ошибка, и в 2016 году было выдано разрешение на строительство, а не на реконструкцию. После установления данного факта в январе 2018 года разрешение на строительство, выданное ранее, в 2016 году было отменено. На сегодняшнюю минуту уже муниципальным контролем проведен осмотр этого участка, этих двух участков. И установлен факт отсутствия объектов недвижимого имущества, в связи с чем выполнить решение суда не представляется возможным, так как реконструировать нечего. Администрация дала исковое заявление об отмене, о пересмотре решения 2016 года. Сегодня эта информация направлена собственникам, а также в прокуратуру и Росреестр. Таким образом, никакие регистрационные действия по этому участку производиться не будут. К труду и обороне готовы. Сегодня в городской администрации прошла церемония награждений и вручения золотых значков ГТО. По итогам осеннего фестиваля ГТО, который завершился в конце декабря прошлого года, определились 17 победителей. И сегодня награды нашли своих героев. Спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» набирает свою популярность среди жителей муниципалитета. Сотни школьников и студентов сдают нормативы в надежде на получение заветного золотого значка. Теперь в этой эстафете принимают участие и взрослое население Анапы. Многие с удовольствием звонят, регистрируются, потому что сперва, конечно, чем затруднено, то, что необходимо населению сперва пройти регистрацию, а потом уже, согласно ступени возрастной, мы, естественно, их приглашаем на то, чтобы сдавать нормативы ГТО. Ну и, конечно, хочется сказать, что выпускникам это большое подспорье, потому что от 1 до 10 баллов по решению вузов, в общем-то, это дополнительный балл при поступлении в высшее учебное заведение. Это тоже, я думаю, что это важно. И сейчас у нас и задача такая, прежде всего, конечно, чтобы тестирование прошли все выпускники 11 класса. По итогам осеннего фестиваля золотых значков удостоили 17 участников. Пятеро из них выделены в отдельные номинации. Самое сложное, по словам организаторов, мама, папа, я – спортивная семья. По условиям у родителей должно быть два ребенка. Им нужно было не просто сдать нормы ГТО, а показать максимальные результаты. С этой задачей справилась только семья Морецких. И сегодня они всем составом получают заветные значки и принимают поздравления. Подготавливаюсь, значит, мы летом. Детей я тренирую совместно, как бы, а идея, то есть муж тоже занимается так, любительским спортом для себя. Как бы, я участвую в судействе. И как-то пришло, чтобы маленькие дети приходят в садик возраста. И, в принципе, захотелось, чтобы попробовали свои силы. Вот. Подготовились, потренировались, выступили, оказали результаты. В нашем семье Монапа пожелала тоже принимать участие в таких мероприятиях спортивных, как мама, папа и я. Спортивная семья, ГТО – наша страна, одна команда. То есть, как бы, это интересно, заманчиво и, как бы, приятно. Уже стартовал зимний фестиваль ГТО. Всех желающих приглашают принять в нем участие. Он завершится в марте. По всем вопросам участия в фестивале, жители города просят обращаться в Управление по физической культуре и спорту. Руслан Душевский, Анапа-регион. Профилактическое отделение номер 2 на базе городской поликлиники приглашает анапчан пройти медицинские осмотры на все виды справок. Санитарные книжки, справки для устройства на государственные службы, у поступления в ВУЗы, а также документы для автомобилистов. Все это можно получить за пару дней. Ранее медосмотр проводился в филиале по улице Ленина. Однако теперь все специалисты находятся на третьем этаже городской поликлиники. Медицинская справка для водителя – один из важнейших документов. Без нее нельзя получить допуск к обучению в автошколе и, соответственно, получить права. Артем учится на категорию «Б». Ему необходимо посетить всего четырех специалистов. На все ушло менее часа. Очень удобно, дешево. Все в одном помещении. Проходят быстро. Врачи очень доброжелательны. Как показала статистика января, за день медосмотр проходит от 40 до 60 человек. Количество специалистов и время приема зависит от вида справки. Результаты анализов готовы уже на следующий день. Ранее осмотры проводились в поликлиническом отделении в районной скорой помощи. Но теперь специалисты переехали в основное здание. По просьбе населения мы переехали вот сюда. Здесь более расширенные коридоры. И оттуда надо было ездить на флюорографии, стоматологический кабинет. Сейчас здесь все это оборудовано. То есть человек, приходя сюда, не надо никуда ему выходить за рамки нашего учреждения, проходит медосмотр. И все виды медицинского оборудования у нас имеются по согласно этим приказам. Все начинается именно с регистратуры. Это регистратура на третьем этаже, отдельная регистратура платных услуг. То есть здесь человек заключает договор с нами на медуслуги, которые ему необходимы. Либо это медосмотры, либо это прохождение на водительские справки, на справки оружия, устройство на работу. Здесь он все оплачивает. Ему прописывают ряд специалистов, которых нужно пройти для медосмотра. И он путешествует по нашему третьему этажу. Привлекают и цены. Они чуть ли не в два раза ниже, чем в частных клиниках. Принимается как наличный расчет через терминал, так и оплата с помощью пластиковой карты. Медицинский осмотр можно пройти с 8 утра до 4 дня в рабочие дни. График гибкий и в каждом кабинете работает по два специалиста. Поэтому очередей практически не бывает. В планах поликлинического отделения также приобрести новый пирометр, обустроить кабинет аудиометрии для более точных исследований. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Завтра в Анапе открывается международная выставка-ярмарка «Анапа. Самое яркое солнце России». Среди участников выставки – компания «Рыбак Камчатки», которая предлагает свою продукцию жителям и гостям города. Постоянным гостям выставки уже знакома продукция компании. Изысканные деликатесы, богатые витаминами и микроэлементами приготовили рыболовы с Камчатки и в этом году. Более 30 разновидностей копченой рыбы – кальмары, осьминоги, высококачественные консервы, конечно же, настоящая красная икра. Среди рыбного изобилия – белорыбеца, кижуч, палтус, зубатка. Специально для гостей выставки «Анапа. Самое яркое солнце России» с Камчатки доставят редкую деликатесную чавычу и знаменитую дальневосточную корюшку. Свою продукцию дальневосточные мастера коптят на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках, что позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины Е, Д и А. Холодное и горячее копчение без использования заморозки позволяет сохранить богатство микроэлементов и утонченные вкусовые качества. Смотрите завтра сразу после новостей спецвыпуск программы «Анапа. Самое яркое солнце России-2017». О самых интересных моментах и участниках 25-й международной выставки расскажем подробно. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер – компания «Рыба Камчатки», продукцию которой можно будет приобрести на выставке «Анапа. Самое яркое солнце России». Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. 7 февраля в Анапе высадится рыбный десант. Рыболовы из Камчатки представляют изысканные деликатесы. Десятки видов копченой, на натуральной ольхе рыбы стиховой из Северного Ледовитого океана, полезная витамином до икра лосося, а также кальмары, осьминоги и высококачественные консервы. Специально для выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». С Камчатки доставят царицу лососевых, редкую деликатесную чавычу и знаменитую дальневосточную корюшку. Попробовать и приобрести все это можно будет в павильоне «Рыбак Камчатки». 7 по 9 февраля в спортивном комплексе «Витязь». По адресу село Витязева, проспект Южный, 20. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова